У нас в гостях Дмитрий Варинов, главный научный сотрудник отдела природы музея имени Алабина. Доброе утро! Доброе утро, Дмитрий. Мы знаем, что сфера вашего научного интереса это природные камни. И посему вопрос, насколько наша губерния богата и разнообразна на различные вот такие каменистые породы. Да, на самом деле Самарская область у нас очень богата геологическими объектами. Но сразу, наверное, надо пояснить, что такое камни. Камни это как бы, ну, в обиходе мы называем камнями все, что буквально валяется под ногами. Оно окружает нас везде и повсеместно. Но камни, камни рознь. И, в общем-то, в геологии есть такие обычные понятия, как минералы и породы. Минералы в Самарской области где-то насчитываются примерно порядка, наверное, 70 со всеми разновидностями. Цифры эти, в общем-то, уточняются, потому что есть минералы, которые очень широко распространены. Некоторые редкие и бывают даже сезонные, которые появляются буквально вот после дождя и потом опять исчезают. Поэтому некоторые существуют только некоторое время, и потом мы их опять можем не увидеть. Ну и пород где-то, наверное, насчитывается не менее 30 самых разных, от тоже редких до, так сказать, широко распространенных. Вот, в первую очередь, когда говорят о камнях, говорят, естественно, о породах и минералах. Ну и все породы слагаются, соответственно, из минералов. Порода может быть состоять из одного минерала, как, например, многие известняки состоят из кальцита. Вот здесь у меня в коллекции представлено, например, минерал кальцит, который может слагать различные известняки. То есть породы, так называемые, мономинеральные, состоящие из одного минерала. Минералов, естественно, больше, чем пород, и они очень-очень разнообразны. Даже вот здесь, на этой коллекции, я постарался показать вот разные цветовые вариации. То есть это вот минерал сера, это гипс розового цвета, такого сероватого, тоже гипс. Различные виды кремней. Самый вот распространенный у нас в Самарской области, это разновидности известняков. У нас во многих местах, например, Жигулевский город, Соколий гор, на котором город Самар находится. Это сотни метров известняков и доломитов. Очень распространенная порода, но вот в большинстве случаев, как я сказал, состоит из кальцит. Вот такие кристаллики, похожие на собачьи клыки, можно как раз и здесь у нас вот находить. Очень распространены такие кремнии, содержащие породы. Это всевозможные кремнии, халцидоны, волжские агаты. Например, вот волжский агат, это... Да, это же эндемик, это же только немножко. Это, можно сказать, наверное, миниологический символ Самарской области. Сам состав его это оксид кремния, кремнизем, как это называется. Это твердые, в общем-то, минералы, которые корябают даже стекло. Одно из проверок, вот он легко, буквально, как вот алмаз корябает. То есть даже твердый минерал. И очень распространенный, очень интересный. Дело в том, что его разновидности, вот халцидона, полосатый называют волжскими агатами. Они могут быть различные, пейзажные, полосчатые, рисунчатые. Но здесь буйство, фантазия природы просто не ограничено. Это вот, наверное, камень, наверное, номер один у нас в Самарской области. Имеет коллекционное значение, в первую очередь, такой ювелирно-поделочный. И вот у нас в музее коллекции насчитывает этих разновидностей, наверное, уже за 300 единиц перевалило. Кремнии тоже очень разнообразные, полосатые, там шаровидные какие-то. Даже вот такие вот, например, с реки Шунгут разновидности красно-моркованого цвета. Кремнии и халцидона очень необычные. Бывают вишневого, бордового, кровавокрасного и так далее, так далее. Фактически от черного до белого. То есть вот эти вот кремниевые образования, они, ну, просто невероятно разнообразны в Самарской области. И, конечно, допустим, с точки зрения геологии, Самару, может быть, с Уралом трудно сравнивать. Но Урали, конечно, в минералоге гораздо богаче. Но наши средние повожья, оказывается, в общем-то, обладают большими богатствами. Я так понимаю, что камни могут рассказывать о истории, да, о древности нашего края. И у вас здесь даже представлены такие объекты. Что это? Это аммонит, да, древний, как раковина? Да, история, она как бы двояк. Есть история, в общем-то, нашей территории, природной истории, то есть геологической, как мы ее называем, истории. Это история, которая длится миллиарды, миллионы, сотни миллионов лет. И история человечества. То есть камни и о том, и о другом, в общем-то, могут рассказать. Но в данном случае у меня вот природные, так сказать, артефакты, которые доказывают, что было в древней эпохе. Вот в руках у меня аммонит Зароискитос из южных районов Самарской области. Вот эти вот аммониты, их ближайшие виды достигали, в общем-то, значительных размеров, до метра величиной. То есть, в общем-то, значительных. Так что это еще маленькие. Спустим нашим телезрителям, что такое аммониты? Это раковина? Аммониты – это моллюски, головоногие моллюски, которые плавали в древних морях, жили в раковине. Вот она, так сказать, спирально закручена здесь, вот выглядывала голова со щупальцами. Конечно, это только фрагмент раковины, она побита, расплющена, так сказать, под давлением пород. Вот, и, в общем-то, даже не сама раковина, а ее отпечаток слепок, ядро называется. Но мы видим очень интересную структуру, это из группы верготитосов. Называются верготитосы, потому что у них вот эти ребра очень красиво ветвятся, как ветки. Верготитос переводится ветка. И вот эти вот красавцы сотнями тысячи видов обитали в Юрских, Меловых морях. Это 60 миллионов, 150 миллионов лет назад и даже больше. В общем-то, вот сама архобастер… Здесь на нашей территории. Естественно, речь идет о нашей территории, ну и территории Среднего Положия, соседней регионы. В древних морях это вот живно здесь обитало. И, в общем-то, находя такие ископаемые остатки или фастилия, мы, естественно, знаем те совокупности животных, которые обитали в древние времена. Конечно, здесь речь идет не только о монитах, а всех любых ископаемых животных, которые, в общем-то, превратились в камни. То есть, одни, имевшие скелеты и раковину, полностью окаменели. Конечно, мягкие части тела до нашего времени не дожили, потому что мягкие тела редких случаев сохраняются. Но, тем не менее, все это превращается, по сути, в минерал. В данном случае это порода мергель, которая имеет как слепок. То есть, это же не сама вот из раковины. Или вот, например, очень достаточно интересно распространенная окаменелая древесина, сызранская древесина, полиогена. Возраст ее где-то порядка 60 миллионов лет. Вот видно здесь вот… Впечатляет. Некая веточка, годовые кольца четко читаются. Причем в Самарской области найдены размером фрагменты стволов более метра в районах села Турбичина, Сызранского района. Это свидетельство как раз древних эпох, когда здесь шумели по берегам древних морей огромные пространства лесов. В основном это хвойные растения. Это голосеменные растения были высотой 20-30 метров. Все это когда-то падало в воду, заносило с песком и потом окаменело. По сути, это дерево, превратившееся в минерал халцидон. Собственно, вот волжский агат и древесина – это минерал халцидон. Поэтому они очень хорошо полируются. Здесь, естественно, срезы. Натуральная сторона она вот эта. Это срезы отполированные. У нас есть хромальная фирма, которая… Да, то есть, чтобы проявить структуру, обязательно, конечно, желательно сделать заполировку. То есть, вот этих свидетельств исторических природ, ну, масса просто. Вот камни до нас это доносят. Спасибо, что погрузили нас в этот мир камни, познакомили нас с ним. И, дорогие друзья, приходите в музей Алабина, знакомьтесь поближе с этими красавцами.